МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Остановись мгновенье, ты прекрасна". Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Марианна Мирная. Ко дню фотографий я пригласила в гости фотографа Николая Федорина. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, ну, 19 августа, уже много лет отмечается Всемирный день фотографии. Я думаю, что для любого и профессионального фотохудожника, и для фотолюбителя, так скажем, да, это день не просто день. Как давно вы связаны с фотографией? И вот вы себя сами называете фотолюбителем все-таки, да, а не профессионалом? Ну, конечно, я фотолюбитель. Ведь профессионалы фотографии – это те люди, которые зарабатывают фотографии, для которых это средство для существования. Поэтому для меня фотография – это скорее некое средство самовыражения, некое веление души, с которым я связан достаточно давно, еще с пленочной фотографией, разумеется, все мы начинали. Но осознанно заниматься какой-то художественной фотографией я сделал первые попытки в 2005 году. И могу сказать, что это было достаточно интересное время, когда виртуальные всяческие ресурсы только начинались. И поэтому союзный сайт, существовал фотосайт, на котором я просто ради интереса стал заходить и смотреть фотографии. Они меня безумно интересовали, очень нравились. И только потом я, по мере того, как начал анализировать то, что увиденное, я начал что-то хоть немножко понимать, и мне захотелось тоже попробовать, на что я способен, что у меня получится. И могу сказать, что первые пробы, разумеется, они и до сих пор вызывают улыбку, но время шло, и постепенно я отошел из виртуального пространства, переместился в такое более осязаемое пространство в союз творческого объединения при союзе журналистов в Самарской области. Там, где я нашел тех единомышленников, которые фотографией увлекаются как по велению души, они, наверное, не по тому, что они этим зарабатывают деньги. Это было очень интересно, потому что на сегодня фотография – это настолько обширное понятие, что не фотографируют только, наверное, совершенно непонимающие и выключенные из общества человек. Поэтому что подразумевать под фотографией? Фотография – это для некоторых людей фиксация каких-то моментов в своей жизни, для некоторых это какие-то профессиональные вопросы. Для меня это, прежде всего, я снимаю, разумеется, для себя. То есть мне это интересно, мне очень нравится не только результат, но и сам процесс общения с природой. Я, прежде всего, первая любовь у меня – это пейзажная фотография. Вот. Поэтому какие-то успехи, возможно, да. Но если кому-то нравится то, что я снимаю, мне это тоже интересно. Но прежде всего я ищу всегда критику и стараюсь понять, что не так я делаю или в каком направлении двигаться. Потому что тот, кто не двигается никуда, он умирает постепенно, да? Но вот есть же какие-то, вот смотрите, есть какие-то все равно законы, наверное, да, фотоснимка или законы фотографии. Пользуете ли вы ими или все-таки тут как вот художник кистью махнул, так и хорошо? Потому что везде же все равно, как ни крути, есть свои правила даже в творчестве. Вы знаете, хороший вопрос задали на самом деле. Просто, как говорят, чтобы нарушать какие-то законы, надо прежде всего их знать. Поэтому фотография, она как ремесло, сама по себе интересна. Разумеется, она подчиняется тем же законам, которым подчиняется живопись, которым подчиняется любой вид изобразительного искусства. Вот это и композиция, это и светотеневые рисунки и прочее. То, что помогает из плоского изображения, значит, получить некий объем, некую перспективу. Поэтому, да, разумеется, вся фотография, она основана на психологическом восприятии. Поэтому, выполняя определенные приемы, владея определенными, так сказать, канонами, можно уже сказать, стоит ли нарушать в данном случае эти каноны или не стоит. То есть, смотря что хочет подчеркнуть автор. Разумеется, авторское видение – это первично. То есть, это то, что отличает документальную фотографию от художественной фотографии. Вот. Просто фиксация некого момента – это значит не проникнуть во внутренний мир. Это значит не передать эмоции. Поэтому, наверное, фотографии, художественные фотографии ценятся, прежде всего, внутреннее содержание того, что ты снимаешь. А бывает такое, что, вот вы говорите, больше любите изначально, да, начинали с каких-то фотопейзажей, да, этой природы. Бывает такое, что вот вроде все хорошо, но вот еще бы березку сюда или какое-то дополнение, которое потом, может быть, хочется там на фотошопе как-то добавить или дополнить, или наоборот что-то убрать, что-то вам, как автору, кажется, это мешает. Или вот оно какое есть и уже с этим нужно работать. Вот как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, я отношусь к тому, что первично это то, что ты снимаешь. То есть всякого рода дорисовки и всякого рода изменения того сюжета, который ты увидел – это отдельный вид, наверное, искусства. Он где-то рядом с фотографией, но это не совсем уже фотография. У меня состоялась однажды очень занимательная встреча на пленэре, да, то есть я выехал снимать в очередной раз природу и встретил там художника, который стоял и творил. Разумеется, источники вдохновения одни, мне было интересно узнать и обменяться мнениями. Он говорит, как вам, фотографам, тяжело приходится. Если мне не нужна эта береза, я ее не буду рисовать. А вам вот как ни крути, вот вам приходится фиксировать. Давайте начнем, наверное, смотреть. Да, вот как раз я как в воду смотрела, вот она береза. Это настоящее? Значит, сразу могу сказать, это усинский курган. Это осень, когда одно из деревьев по каким-то непонятным причинам не скинуло листву и даже, в общем-то, не пожелтело. Поэтому кадр называется «Жить вопреки». И, наверное, это тот кадр, который мне самому я был удивлен, когда увидел этот сюжет. Поэтому всего лишь навсего постарался поделиться увиденным. А зимой не приезжали? Может, она и зимой такая стояла? Нет, зимой отдельные сюжеты. К сожалению, у нас мало деревьев. Зелень сохраняет зиму. Давайте еще посмотрим, что вы нам интересного принесли. Какие снимки. Так, это мужчина рыбачит, да? Да, это на краю лета кадр. Мне очень нравится. Это наше каменное озеро, опять же, Самарская наша область. И, ну, разумеется, рыбак не знал, что его снимают. Но тут сыграла роль, значит, горы, которые отразились в воде. И поэтому был бы равнинный пейзаж, разумеется, этого кадра бы просто не было. Я думаю, продолжим, да, рассматривать фотографии и будем обсуждать. Это пустыня у нас какая-то или пляж? Это район Красной Глинки, Красноглинский пляж, засушливое лето, перешедшее постепенно в осень. Это первый снег, на самом деле, который выпал на дно протоки на Красной Глинке. Вот. В общем, кадр сложился из муара вот этого, достаточно интересного, который на контрасте сыграл со снегом с первым. Это снег, да? Да, это первый снег, который лег на дно вот таким причудливым образом. Давайте дальше посмотрим. Пейзаж. Дальше смотрим. Это район Хрящевки, там чудесный пляж, осень, холодная вода и вода, плавно перетекающая в горизонте на небо. То есть очень резонула лаконичность вот этого пейзажа. Да, действительно, размыто, как-то непонятно, где заканчивается вода и где начинается небо. По сути говоря, да. Вот когда холодная вода и раннее утро, вот такие вот пейзажи. А приходится часто вот в пять утра встать, чтобы за снимком, за хорошим пойти? Ну, в пять это очень поздно. Это поздно. В основном полтретьего, если к рассвету, тот золотой час, который любят фотографы пейзажного направления, когда пластичный цвет, когда тени еще не жесткие. То есть то, что помогает подчеркивать объем изображения. Давайте еще куда посмотрим. Это башки, наши соседи, да. Вот рано по утру, разумеется, опять же, туман такой коснулся сельского пейзажа. Сельский мотив называется. Слушай, ну очень похоже на картину, на самом деле, на живописную, как будто рисовал художник. Пейзаж из выставки, который сейчас в Тольятти, в Крыльевическом музее, значит, о тайнах неба и земли. Наши соседи, наш Картастан. Вы туда ездили за несколькими, да, я так понимаю, за серией фотографий. Это тоже башкирия? Нет, это Усинский курган, опять же, так называемый курган-лепешка. И один из декабрьских дней, когда оголилась, значит, около воды кромка камней, ну, несколько падений, но кадр все-таки удалось привести с этой поездки. Очень скользко, разумеется, было. У меня бывают опасные, да, ситуации в жизни фотофотографии? Креции, змеи, там и лед, все наше. Так что по-разному случаи. Ух ты, как красиво, это что такое? Это Девья гора, тоже один из редких дней, когда удалось пройти под Девью гору и найти там один из гротов. Вода подмывает там берег, известковые породы и вот такие интересные места тоже бывают. Это самолет там летит? Нет, это Орел. Орел? У нас Орлов очень много и в том районе в том числе, поэтому вот так совпало все. Что еще нравится? Какие вот больше вода или больше лес? Знаете, нравится все. Дело в том, что фотографии это искусство наблюдать и замечать то, на что не обращаешь внимания в поседневной жизни. Все мы в городе или там на природе замечаем иногда что-то волшебное, да, какое-то волшебство, но не всегда на это обращаем внимание. Вот городской пейзаж, да, получился? Да, по сути говоря, это городской пейзаж, виражи и миражи. Вот есть машины тут или нет, можно догадываться. Ну и природные какие-то тут тоже есть мотивы. Ну то есть вы во всем, получается, вдохновение можно найти и в травке, да, и в солнышке, и даже в рядом стоящих автомобилях. Ну все зависит от настроения на самом деле, да. Иногда такое настроение, что ничего не замечаешь. Но иногда вот на обострении чувств замечаешь удивительные вещи, на которые просто бы не обратил внимания в другое время. Вот. Это у нас тоже зима на Кондурче. После того, как горели леса очень интенсивно, черно-белая вот такая зима получилась. Вот хлопья снега. У вас все снимки, которые вы делаете, они так или иначе попадают на какую-то выставку? Или все-таки есть то, что, ну, условно вы назовете мусором, да, и никуда это не дадите? Нет, то, что я называю мусором, я вообще никому не показываю. Таких кадров многократно больше, чем то, что я потом, значит, привожу. И это является каким-то материалом для формирования той или иной выставки. И сразу могу сказать, что хорошо, когда в месяц кадр какой-то, если в год даже получился какой-то удачный кадр. Не всегда так бывает. Вот. Но когда кадр удается, это сродни какой-то охотничьему трофею. Мне кажется, удачный кадр. Да, вот «Нежданная осень» такая вот настроенческая картинка, сразу говорю, она немножко личная. Поэтому тут именно... А где это? Это район села Тургеневка, Покровка, Кенельский район. Вот. Вот такая лодка. Это знакомая, да, ваша какая-то женщина? Ну, в общем, это моя мама, да. И у нее очень период был тяжелый в жизни. Поэтому вот когда она присела на лодку, вот получился такой грустный кадр. Ну, говорящие очень снимки. То есть в них действительно то, о чем вы говорите, эмоциональные отношения переданы. Его можно прочувствовать даже без какой-то, да, подписи, без либретта, так скажем. Ну, по сути говоря, хороший кадр – это некая маленькая история, которая не требует пояснений. Поэтому я стараюсь всегда отвечать на вопросы, редко рассказываю о том, что это. Хотя вот здесь, это сразу могу сказать, это рисовые террасы в Китае. Я вот только хотела спросить, что это что-то на Самарскую область не похоже, не наша архитектура. Вот один раз у меня получилась такая поездка, когда я пытался открыть ящик Пандоры. Думал, что это меня очень сильно паразит, и у меня даже одноименная, значит, выставка, штрихи к портрету Поднебесной была по китайской поездке. Ну, могу сказать, что я немножко был разочарован вследствие того, что туманы, которые все фотографы очень любят, там оказалось это неким бичом для того, чтобы передавать в отдельных случаях даже перспективное. Вот, поэтому тут есть несколько еще фотографий Китая. Но в целом в Самарской области я нашел больше интересных сюжетов, нахожу, чем вот во время той поездки, к сожалению. Еще хочется, да, поговорить, именно, давайте у нас фотографии пусть идут под разговор. Да, вот те самые рисовые террасы. И как раз еще поговорим. Вот смотрите, когда попадают животные в кадр, насколько, то есть, это хорошо для фотохудожника или их хочется поймать, успеть, уловить или нет? Или как вот с животными? Они же быстрые, шустрые и не будут ждать, пока в этом сообразить, сфотографировать? На самом деле фотографирование животных – это отдельный совершенно вид и направление фотографии. То есть, если животное какое-то присутствует в кадре, то если, по идее, по замыслу кадра оно вписывается в кадр, то почему бы и нет? Вот, но специально ловить момент, когда снять или приблизиться к животному на какое-то расстояние – это есть отдельные мастера, которые по 4-5 часов стоят, значит, в масках-халатах и ради одного кадра, чтобы снять какую-то птичугу выгодным образом. Поэтому я немножко в другом направлении, скажем так, чувствую свое призвание. Но, тем не менее, есть такие фотографы, которые очень удачно и здорово фотографируют животный мир. Сейчас такое время, мы с вами говорили о том, что действительно фотографируют каждый второй, наверное, как минимум. Но не каждого можно назвать фотографом или фотохудожником. Все равно то, что мы делаем на телефон или на какие-то непрофессиональные фотоаппараты – это нечто другое. Но есть такое понятие, как селфи. И сейчас даже какие-то есть курсы по тому, как правильно, тоже по каким правилам нужно делать селфи. Это тоже возводится в какой-то ранг, ну, не искусства, но, тем не менее, такого тренда. Как вы к этому относитесь, как фотограф? Делаете ли вы сами селфи? И как вообще относитесь к этому явлению? Как говорят иногда в шутку, я к этому не отношусь. Но что касается модных всяких трендов, то я видел очень много разных примеров. И не только селфи это относится. То есть, к сожалению, очень много и стереотипов фотографии. Фотография сама от этого очень страдает. Потому что размывается само понятие, что такое хорошая фотография. Кто-то модную фотографию называет хорошей. Кто-то шаблонную фотографию называет хорошей. Прежде всего фотография. Разумеется, все сюжеты уже давно сняты. Пытаются, делают попытки найти какие-то нестандартные приемы для самовыражения. В том числе и селфи, наверное, это модное в соцсетях направление. Что могу сказать? Если людям это нужно, то, наверное, это должно быть. Что касается фотографии как таковой, то в ней столько направлений, что только выделять какое-то там селфи или какое-то отдельное направление было бы неправильным. Разумеется, художественная фотография, она подразумевает несколько иные, наверное, приемы, иные задачи ставят перед собой. Поэтому, как вам сказать, это вот фотография по ГОСТ, тоже Хрящевка. Ну вы часто, да, по Самарской области? Самарская область, да, разумеется. Самарская область – это жемчужина, по сути говоря, то, что вдохновляет. И проехав через всю Россию, понимаешь, насколько счастливы все самарцы, что живут в таких местах, и насколько это положительные эмоции, сколько привносят в нашу жизнь. А что такое хорошая фотография? Вот вы говорите, не все могут уже понять, что такое хорошая фотография. Я, например, не специалист фотографии, да, у меня на уровне нравится-не нравится, цепляет-не цепляет. Это имеет место быть? Или все-таки нужно интересоваться и давать какие-то комментарии или критиковать, уже зная эти правила и законы? Ну если говорить о фотографии как изобразительном искусстве, то главное – это энергетика, которую имеет та или иная фотография. Ну это цепляет или не цепляет, да? Да, то есть это, ну цепляет-не цепляет. Цеплять может быть фотография, на которой изображен ваш родственник близкий. Она цепляет, разумеется. Но вы ее покажите кому-то другому. И спросите, насколько она, да, зацепит или не зацепит. Поэтому говорить, хорошая или плохая, я не стал бы так конкретизировать. Всякая фотография, наверное, она для кого-то является хорошей, а для кого-то она ничего не значит. Но тем не менее, если в том мгновении, которое поймал фотограф, удалось передать некую энергетику, некую психологию объекта, который в кадре находится, наверное, эта фотография имеет отношение к изобразительному искусству. И я немножко анонсирую, могу сказать, что сейчас мы готовим, так, приоткрывая небольшой секрет. Завеса тайны. Да, с художниками выставку готовим, которую мы хотели в этом году провести уже. Если она удастся, я, в общем-то, буду рад прийти, обменяться мнениями. Мы с удовольствием посетим выставку. Сколько будет там фотохудожников? Там будет представлено наибольшее количество как художников, так и фотографов. И я не хочу сейчас сказать, это пока только в проекте, да, готовится. То есть окончательный вариант, он будет в октябре, скорее всего, да. То, что получится или не получится, я надеюсь, вас приглашу, мы с вами вместе посмотрим. Чудесно. Скажите, пожалуйста, еще, Николай, когда есть мгновение, которое оно вот случилось, да, и фотографу удалось его запечатлеть, а есть, ну, постановочные, да, так скажем, вещи, что вам ближе, занимаетесь ли вы постановочной фотографией, и именно вот как фотохудожник, что вам более понятным, я не знаю, ближе по душе, поставить вот стол, стул, там, табуретку, и сделать кадр такой вот искусственно, так скажем, созданный, но это будет красиво по всем законам и правилам, или крутиться, выкручиваться из того, что матушка природа дала? Вы знаете, очень много мнений по постановочной фотографии существует, я выскажу только свое, разумеется. Я могу сказать, что есть наша жизнь, а есть театр. То есть, наверное, если создается постановочная фотография, и она правдива, или там с точки зрения света интересной и прочее, вхождение в образ, то, наверное, она для меня интересна. Если это фотография, которая просто, ну, скажем так, вот, как называют термин позирования, вот это мне очень пресит всегда, я всегда вижу, и я думаю, что любой видит, когда человек позирует и напряженно ждет в щелчках спуска затвора до фотоаппарата, и вот такая фотография, разумеется, она не передает ничего, кроме как какой-то напыженности и попытки создать что-то. Вот, поэтому у кого как получается, то есть, насколько это интересно. Мне, конечно, ближе непостановочная фотография с точки зрения пейзажа. Разумеется, пейзаж, как постановка, он не реализует. Ну, можно полулеса вырубить. Нет, обычно пейзажные фотографы свет караулят. Ну, тут в силу, так сказать, возможностей, как я сказал, выезжать приходится пораньше. Вот, поэтому... Людей фотографируете? Людей, да, фотографирую, разумеется. Ну, я не хочу показывать. Есть фотографии... Без энтузиазма про людей. Есть фотографии, которые, так сказать, случайные, в городе были сняты, там, где люди запечатлены. Вот, я не хочу сказать, что я достиг в этом какого-то прогресса определенного для того, чтобы эти фотографии, значит, выносить на зрителя. Вот, я считаю, что фотография, прежде всего, зацепить меня должна, чтобы я ее кому-то показал. Если она меня самого не цепляет. Ну, вот, у вас животное в кадре. Да, это наш вокзал. О снах при вокзальной собаке кадр называется. Вот вечерний свет так отразился в парапете. Очень красиво. Это обработанные снимки? Это вот я все пытаюсь понять. Вот эта красота, она отфотошопленная или она настоящая? Вы знаете, когда я показал снятый кадр своей супруге, которая в этот момент находилась неподалеку, она сказала, ты где это снял? То есть она стояла буквально в 10 метрах, она этого не видела, потому что отраженный свет с определенного ракурса был. Это тоже, смотрите, у вас немало, да, снимков, которые именно с отражением с водой, да, вы играете? Это наша Самара, это костел. Вот очень много фотографий костела, но вот у меня как-то вот своя немножко, свое видение. Да, разумеется, вода всегда дает возможности дополнительной полупередачи каких-то... Как говорят, вода, огонь, да, это бесконечные вещи, которые можно... Да, на которые может смотреть люди. Вот люди... Вот непостановочный кадр, сразу говорю, да, это к вопросу, постановка, не постановка. Просто с собой оказалась камера, и я увидел такую забавную, значит, сценку на улице Победы у нас в Самаре, когда бабушка, я не знаю уж, заготавливала она дрова или что... На зиму. Но в результате она, не распилив это бревно, так и взяла его, значит, как ружье на плечо и понесла домой. Вот. Это тоже с водой, да? Да, это вот когда зимой еще вода не застыла, тоже интересно. Пока докручивается, да, фотография, но хочется узнать, как фотографы, фотолюбители, фотохудожники, и отмечаете ли вы как-то свой такой праздник, день фотографии, может быть, созваниваетесь, или какие-то выставки к этому? Вы знаете, когда вспоминаем, то обязательно. Вот так. Поздравляем, да. Даже свой день не помним. Ну, свой день или не свой день, просто у нас жизнь настолько полна динамики, что иногда забываешь какие-то очень срочные дела сделать. И поэтому, когда праздники, вспоминаешь про них, разумеется, звоним и стараемся поздравить. Но тут уж как получается. У вас есть какие-то снимки-любимчики? Есть такое вот в вашем творчестве? Ну, вы знаете, все снимки – это мои, как говорится, вот впечатления, которые, если я их показываю, значит, они у меня чем-то меня тронули, и поэтому вот любимчиками или не любимчиками. Но я считаю, что их, да, они мне нравятся, чем-то нравятся. Они, я, честно говоря, очень люблю разные фотографии, разную, чтобы она была, контрастировала, то есть, чтобы не было повторений. Чтобы она была в первую очередь. Спасибо вам огромное, Николай, что вы к нам пришли. Спасибо. Будем с нетерпением ждать грядущей выставки. Зовите нас, приглашайте, а мы, соответственно, телезрителей. Проведите выходные с пользой, и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова